Всем привет! Это видео о том, как не потерять, сохранить, создать резервную копию или восстановить утерянные файлы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и CorelDraw. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и CorelDraw – это очень надежное программное обеспечение. Но, как и другие программы, они подвержены сбоям в работе и ошибкам, которые не обязательно зависят от самих программ. Это часто приводит к утере файла, над которым работал пользователь. Как застраховать себя от такой утери или восстановить уже утерянный файл Adobe Photoshop, Adobe Illustrator или CorelDraw – мы и рассмотрим в данном видео. Начнем с лидера рынка в области коммерческих средств редактирования растровых изображений и наиболее известным продуктом фирмы Adobe Photoshop. Приступая к работе с ним, вы должны понимать, что не можете предотвратить ошибку или сбой программного обеспечения, но к нему можно заблаговременно подготовиться. Файл можно регулярно сохранять, выбрав меню «Файл» «Сохранить» или нажатием сочетания клавиш «Ctrl плюс S». Но правильнее будет настроить функцию автосохранения Photoshop. Чтобы включить и настроить указанную функцию, откройте Adobe Photoshop и перейдите в меню «Редактирование», «Настройки», «Обработка файлов». В открывшемся окне поставьте галочки напротив «Сохранять в фоне» и автоматически сохранять информацию о восстановлении, а также установите желаемый промежуток времени. Функция «Сохранить в фоне» позволит программе осуществлять автосохранение в фоновом режиме, не отрывая пользователя от работы. По умолчанию, если активировать данную функцию, время автосохранения будет установлено на каждые 10 минут. Но за 10 минут можно сделать много работы и поэтому лучше устанавливать минимально допустимое значение. Например, 5 минут. В случае осуществления правильной настройки функции автосохранения, открывая Adobe Photoshop после сбоя или зависания программы, он должен предложить восстановить последнюю версию автоматически сохраненного файла. Или просто откроет автоматически сохраненный файл параллельно с открывающимся. Но часто этого по каким-то причинам не происходит. В таком случае перейдите в папку на диске C, в которой Photoshop сохраняет версии документов для автоматического восстановления в формате PSB. Это тот же PSD-файл, который поддерживает файл большого размера и может быть открыт с помощью Photoshop. Данную папку можно найти по следующему пути. Диск C. Users. Имя пользователя. AppData. Roaming. Adobe. Adobe Photoshop. AutoRecover. Зайдите в нее и вы обнаружите PSB-файл для автоматического восстановления последней автосохраненной версии файла Adobe Photoshop. Если выбрать сортировку файлов таблицей, то можно увидеть время создания актосохраненного файла. Теперь об Adobe Illustrator. Работа с векторной графикой в Adobe Illustrator – это долгий и кропотливый процесс. Поэтому для тех случаев, когда с иллюстрацией произведен определенный объем работы, который в результате оказывается не совсем тем, что хотел добавить дизайнер, в программе присутствует функция возврата к последней сохраненной версии. Чтобы воспользоваться ею, достаточно перейти в меню Файл – Восстановить. В результате восстановления изображение будет возвращено к состоянию последнего сохранения. Все сделанные после этого изменения будут отменены. По аналогии с Photoshop, с помощью встроенных в Adobe Illustrator инструментов, пользователь имеет возможность восстановить несохраненную иллюстрацию в случае сбоя в работе программы или компьютера. Чтобы иметь возможность воспользоваться данной функцией, ее необходимо настроить. Для этого перейдите в меню Редактирование, Установки, Обработка файлов и буфер обмена. В подразделе Восстановление данных, открывшегося меню, укажите периодичность автоматического сохранения данных для восстановления. От 30 секунд до 1 часа. И папку, куда их сохранять. По умолчанию, это папка на диске C, Users, Имя пользователя, AppData, Roaming, Adobe, Adobe Illustrator Settings, Rule, X64, Data Recovery. Теперь, в случае сбоя в работе программного обеспечения или непредвиденного закрытия Adobe Illustrator, после повторного открытия программа восстановит все автоматически сохраненные данные. Сам файл автовосстановления имеет расширение AID. И выглядит следующим образом. Если по каким-то причинам, при открытии Adobe Illustrator, программа не осуществляет восстановление иллюстрации из файла автоматически сохраненных данных, то такой файл можно запустить вручную, открыв его с помощью Adobe Illustrator. В таком случае восстановление автоматически сохраненной иллюстрации также произойдет в штатном режиме. При работе в CorelDRAW также бывают ситуации, которые вызывают сбой программы. Как же избежать потерь в таких ситуациях? Именно для этого в CorelDRAW предусмотрена функция автосохранения. Для более эффективной работы ее нужно настроить. А именно задать интервал и место на диске, куда будут записываться сохраненные копии. Эта настройка доступна в меню Инструменты, Параметры, Рабочее пространство, Сохранить. Естественно, чем короче будет интервал между автосохранением, тем меньше данных будет утеряно при сбое. Однако не следует злоупотреблять. Ведь каждое сохранение документа занимает определенное время. И время это будет тем ощутимее, чем больше размер самого файла. Самым оптимальным является период 10-15 минут. А также указать папку для файлов автосохранения. Через указанный промежуток времени в указанной папке будут сохраняться автоматические копии ваших файлов в формате CDR. В случае непредвиденных обстоятельств при аварийном закрытии программы вы всегда сможете вернуться к последнему автосохранению. Просто откройте автоматически сохраненную копию файла. Кроме того, в этой же настройке можно разрешить сохранение резервных копий. Опция «Резервное копирование исходного файла» позволяет сохранять последнюю версию файла, предшествующую сохранению. Резервная копия также помогает при восстановлении документов. Если функция автосохранения файлов не была настроена на момент сбоя программного обеспечения или неожиданных проблем, которые стали причиной утери файла Adobe Photoshop, Adobe Illustrator или CorelDRAW, то для его восстановления необходимо воспользоваться программой для восстановления файлов с поддержкой формата PSD для Photoshop, AI, IPS, AID, SVG для Adobe Illustrator, CDR для CorelDRAW. Немногие программы помогут восстановить именно эти специфические форматы файлов. Если в результате сбоя или по другим причинам ваши иллюстрации оказались утеряны, то их можно восстановить с помощью Hetman Partition Recovery. Для этого запустите утилиту и просканируйте носитель информации, на которой сохранялись иллюстрации. Чтобы восстановить нужные файлы, перенесите их в список восстановления или кликните на них правой кнопкой мыши и нажмите «Восстановить». Укажите, куда восстанавливать файлы и нажмите кнопку «Восстановить». Файлы восстановлены. Кстати, таким же образом можно восстановить и автосохранённые копии файлов формата PSB, AID или CDR. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если данное видео было интересным для вас. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры